Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как вести себя в следующей ситуации мужчина при друзьях, да и вообще при посторонних людях, начинает вести себя по-другому? Делается как будто бы в ведущем передаче, начинает шутку докапываться на всех, высмеиваться, давать провокационные вопросы. Замечалось, что некоторым неприятно, но никто не озвучивал. Также под его веселое настроение на виду всех попадаю я. Я ему сказал очень спокойно, безнамека на конфликт, про свои чувства, что меня вызывает это. Я стеснительный, мне не хотелось бы колкости от своего мужчины при всех. На это обиделся и сказал, что я вредно, я не знаю, как мне до человека доносить свои чувства. Ну что же, здесь у нас сразу несколько получается моментов, да. Первый, как вести себя в следующей ситуации, спрашиваете вы. Это первый момент. Как вести себя в ситуации. И здесь я должен задать вам встречный вопрос. Пожалуй. Как вести себя, чтобы что. То есть у любого поведения в этом смысле должна быть цель. Вот. Именно цель должна быть. Значит, какая, какую цель вы ставите для себя в определенной ситуации. И вот уже в зависимости от цели, вы и выбираете, собственно, собственно. Ну, способы, да. Вот. Способы и средства. Вот. Ну, скажем так. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Вы пишите, что я ему сказал очень спокойно, без намека на конфликт, что я стеснительная, вот, и что не хотела бы от своего мужчины, там, при всех, да, вот, такие вопросы. Ну, так, вопрос заключается в том, что если вы стеснительная, то, что это и ваши проблемы, при чем здесь человек, да? Поэтому тут вопрос немножко в другом. Вопрос в том, как корректно выражать свои чувства и где ваша проблематика, а где проблематика другого человека. То есть это вопрос личных границ. То есть, здесь очень важным моментом является то, что по большому счету вы свою стеснительность выставляете как, ну, я бы сказал, как, ну, я бы сказал, эээээ, как, эээээээээээ, ээээк ммм, некую аксер, вот. Хотя, хотя, эээээээээээээээээээ, то есть стеснительность, аватарийной отчелы, таковой не является, То есть ваша стеснительность не является и не может являться аксиомой, но, тем не менее, я боюсь, что именно так вы к этому и относитесь. И, исходя из этого, конечно, вы, скорее всего, ждете, что человек, например, ну, например, ваш мужчина будет с этим считаться, а он с этим не считается. И к этому можно по-разному относиться. Вот. Но факт остается фактом. Человек не считается, и уже вы сами решаете, как вы к этому будете относиться. То есть принимаете ли вы то, что он не считается, например, с тем, что вы, значит, вот стеснительны, да или нет. То есть вот тут такой момент довольно серьезный, на который вам нужно обратить свое внимание, конечно. не считается. Вот. Дальше. Дело, на мой взгляд, не в стеснительности, а в том, что вы принимаете на свой счет то, что и говорит мужчина относительно вас, вот. И так далее. То есть вы принимаете это на свой счет. И ответственность за то, что вы принимаете это на свой счет, вы перекладываете на него. Вы говорите, ну, это в тебе проблема. Вот. Что меня это вызывает. Это ты виноват, что меня это вызывает. Вот. Понимаете, да? А на правом деле, это не его и не ваша проблема. У него есть свои аспекты, у него есть свои нюансы. А у вас есть свои аспекты и свои нюансы. И каждый человек, на мой взгляд, ну, должен брать ответственность за то, что происходит, например, с ним. Вот. А так, получается, просто, ну, вот, знаете как, какие-то, вот, взаимные, взаимные просто, ну, обвинения, да. И все, и все. Вот. Дальше. Я не знаю, как мне до человека доносить свои чувства. А, впечативай. Ну, давайте сначала определим, какие это чувства. Вот. Давайте сначала разберемся в ваших числах. Вот. А дальше уже будем их доносить. Понимаете, да? Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует...